В рифте системы счисления единица, пятерка, десятка, пятьдесят, сто, пятьсот, тысяча. Она не позиционная. Что такое позиционная, что такое не позиционная система счисления? Если у вас разряды означают разное количество в зависимости от того, где они написаны, то это, скорее всего, позиционная система. В некотором смысле римская система тоже позиционная, но совсем не в том, в котором на самом деле это слово используется. Вот типичный пример позиционной системы это система, которой вы будете пользоваться. Например, сто тридцать девять. Что здесь написано? Одна сотня, три десятка и девять. Заметьте, цифра один, если бы она была в младшем разряде, означало бы совсем не то, как если бы она была в старшем разряде. Это администическую систему, наверное, вы хорошо знаете. Поэтому перейду к системе ацтеков. Это очень древний народ. Естественно, что это было на Американском континенте. Осталось от них очень немного, но, тем не менее, их система счисления хорошо известна. Они делали так. Писали точки. Давайте я сейчас быстро пройдусь и напишу в системе счисления ацтеков. Вот это единица. Это двойка. Вот это вот тройка. Это что такое? Четверка. Четверка. Пятерка. Дальше забавно они писали пятерку. Отчеркивали и ставили точку. Даже непонятно зачем. Идея в том, что они считали, так сказать, пятеркой. В конце концов, непонятно, чем такая вот картинка из точки хуже, чем наша пятерка. Совершенно непонятно. Девятка пишется тоже очень просто. Те же самые пять и четыре точки. А вот для десятки у них был специальный символ. Для числа десять. Дальше очень просто. Чтобы написать число одиннадцать, ставили точку. Чтобы написать число двенадцать, давайте я буду писать здесь наши обычные числа. Здесь вот тоже. Здесь шесть, семь, восемь, четыре, три. Хотя, по-моему, это понятно. Вот. Двенадцать это рисовали. Здесь две точки. Не так было вплоть до девятнадцати. Например, число девятнадцать. Это был вот этот вот ромбик, рядом с которым стояли пять точек. Дальше стандартная и вертикальная черта. И эти четыре точки. Это так хитро записывалось число девятнадцать. А для числа двадцать был специальный знак. Флажок. Зачем вы смеетесь? Наши цифры принципиально от этого не отличаются. Господа, почему вы считаете, что написать двадцать – это умно, а нарисовать флажок – это глупо. Ну, правда. И то, и то – это всего лишь какой-то знак. Другое дело. Вас с детства приучали к цифрам, к тому, как они именно пишутся. Но вообще-то привычные вам цифры – ноль, один, два и так до девяти – ничуть не лучше этого. Более того, системы в этих цифрах гораздо меньше. Вам приходится выучивать цифры без всякой опыта на то, что они обозначают. Потому что, смотрите, обычные аэтистические цифры, которых мы с вами пользуемся, никак не связаны с тем, что они обозначают. То есть, когда вы написали двойку, то, собственно говоря, почему это означает именно два? Здесь видно, здесь обозначение для двух – две точки. И это понятно, и это замечательно. Так что в черной системе ацтеков была даже лучше, чем наша свадьба. Так вот, двадцать – это был флажок. А дальше все просто. Рисовали эти флажки. Например, число девяносто записывалось следующим образом. Четыре флажка. Четыре флажка – это что? Восемьдесят. И один? Десять. Ромбок. То есть, десять. Вот. А вот дальше начиналось это замечательное запретение. Они взяли обычную елочку и эту самую елочку использовали для того, чтобы обозначать… А это пять. То есть, если взять и рисовать верхнюю часть от десяти, то получится пять. Так вот, они сделали именно так. Взяли и сказали, что четыреста, а для числа сто… Они взяли такую вещь. Это сто. Догадайтесь, как они рисовали триста. Целиком рисовали одну половинку. И одну половину. Да. Да. И вот это было триста. Вы скажете, что недостатливое. Неправда. На самом деле, надо учитывать еще и материал, на котором они писали. Вам удобно. У вас ручка какую пожелаешь, там в кезке выбираешь любую. Хочешь гелевую, хочешь перегивую, хочешь карандаш, хочешь еще какую-нибудь. Да-да-да, что же? А что это пятьсот? Пятьсот? Чемпо. Очень просто. Рисуешь елочку, а рядом с ней такое. Система обозначений обладала тем же свойством, что и римская система. Если бы вы пожелали двигаться дальше, то вам пришлось бы изобретать новые символы. На самом деле, ацтеки действительно изобрели новый символ. Символ. Да. Вот, сейчас я им покажу. Сейчас я им покажу. Восемь тысяч рисовали очень хитрым образом. Значит, ребята, из меня, к сожалению, ацтек очень плохой. Я думаю, что мне в школе у ацтеков поставили бойку сразу. Я думаю, что они это рисовали как-то гораздо быстрее. Но, извините, я так не могу, быстро не могу. Картинка вот такая. Вот это изображало восемь тысяч. Стоп. Пожалуйста, не надо всем говорить одновременно. Вас на результате просто не слышно. Да, вы же сравниваете с семьей, а ведь вы в классе. Конечно. Нет, нет, нет. Я не говорю, что это тайн. Разумеется, когда вы возьмете книги. Так, что у вас было? Почему вы уверены, что мы должны идти обязательно по степеням десяток? Почему? Потому что с детства вас приучили, что десять, сто, тысяча – это важно. Но никаких нет на самом деле к этому. То есть нам удобно, поскольку у нас десять пальцев. Это действительно удобно. Кстати, у ацтеков это было столько же, потому что это были те же самые люди, на самом деле. Но если с детства учить вот эту систему, то она для вас станет родной. И вам легко будет соображать в этой системе, и очень тяжело в какой-то другой. Человек выучивает. Ну, это так же, как, знаете, вот некоторые говорят, что приехал в Париж – удивительный город. Все вокруг ходят и говорят по-французски. Так дело в том, что в Париже для ребенка французский гораздо естественнее. Он его не должен мучительно учить, так, как мы с вами. А, ну как, с детства все вокруг говорят по-французски. Вот он и привык. И наоборот, для него русский кажется чудовищно трудным иностранным языком. Здесь то же самое. Можно было привыкнуть в этой системе. Можно было привыкнуть работать в римской системе. Это вопрос привычки. Цель сегодняшнего занятия – объяснить, почему же эти системы абсолютно нормальные с точки зрения того, как изображать небольшие числа. В принципе, вот это обозначение для восьмерки ничем не хуже нашей цифры. Более того, очень часто, когда номеруют главы в книге или когда еще что-то такое, вот, я не знаю, торжественные открытки делают, то даже пользуются римской системой, потому что в чем-то эти символы даже красивее, чем наша цифра. Так вот, почему же все-таки эти непозиционные системы были вытеснены, и сейчас пользуются эстетичные системы? Давайте я прочитаю цитату из статьи Машмаковки. Я думаю, она многое разъяснила. Был такой русский путешественник Микруха Маклай. Он побывал на Новой Гвинеи и записал следующее. Излюбленный способ счета состоит в том, что папуаз загибает один за одним пальцы руки, причем издает определенный звук, например, бебель. Бебель. Смеяться не надо, поскольку, когда мы с вами считаем один, два, три, четыре, то мы тоже самое издаем определенные звуки. Другое дело, что они даже менее осмысленные, чем его бебель. Потому что с позиции внешнего наблюдателя человек издает, считает там один, стул, два, считает, и почему-то все время разные звуки, хотя вообще занимается одним и тем же. Так вот, загибает один за другим пальцем руки, причем издает определенный звук, например, бебель. Досчитав до пяти, он говорит ибон бе, рука, пожалуйста. Затем он загибает пальцы другой руки, повторяя бебель, пока не доходит до ибон алики, две руки. Затем он считает дальше, приговаривая бебель, пока не доходит до самбо бе и самбо алики, одна нога, две ноги. Если нужно считать дальше, папуаз пользуется пальцами рук и ног кого-то другого. Предметы сопоставляются пальцами рук и ног, и чтобы показать число, папуазу достаточно было сказать, что он дошел в счете, например, до третьего пальца правой ноги. Или дошел до третьего пальца вашей правой ноги. Дальше. Островитяне Дорезово проливали для счета употребляли не только пальцы, но и другие части тела. Запястье, локоть, плечо. Причем всегда в одном и том же порядке. Господа, пожалуйста, не надо думать, что они такие у нас глупые, такие вот необразованные древние правды. На самом деле, если привыкнуть к такого рода порядку, он оказывается даже более удобным, чем способ, который у нас. Смотрите, если вы с детства привыкли считать, ну, я, конечно, не знаю, как вас считали. Если считать один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, потом считать, я не знаю, там, локоть, плечо, другой локоть, другое плечо. Если привыкнуть к такого типа записи, есть самые разные формы записи чисел. Есть самые разные способы написания слов. Поймите, пожалуйста, то, что вы привыкли к русскому алфавиту, не означает, что все на свете пишут именно так. Почему нельзя было придумать, а почему мы с вами пишем двойку, а, например, не рисуем солнышко вместо нее? Точно так же могли бы. Так, все-таки я продолжу мысль, почему удобна система, когда вы считаете в определенном порядке части тела? Потому что, заметьте, цифры для этого вообще не нужны. Вы можете просто-напросто объявить, что, например, от одного до десяти на пальцах, потом локоть, плечо, плечо, локоть. Чтобы показать какое-нибудь число, вы просто показываете на соответствующее место своего тела. Или, если вы привыкнете сначала свое, а потом другого человека, то, заметьте, можно досчитать аж до шестивести шести. А в реальной жизни вам редко что еще нужно. Понимаете, маленькие числа показываете, и, собственно, все. В какой момент вся эта прелесть вынуждена была закончиться? Когда потребовалось обозначать по-настоящему большие числа. До тридцати трех, пожалуйста, части тела. До шестивести шести можно. Даже можно этими флажками дойти до, вы видите, до восьми тысяч они доходили. И ничего страшного, специальный символ. Римляне до тысячи. И понятно, что и две тысячи они вам могли легко написать, и три. Но, как только речь пойдет о миллионах, о миллиардах, так сразу же станет ясно, что нужна какая-то другая система. То есть, пока вы считаете своих друзей, пока вы считаете количество коров, которые у вас во дворе, пока вы считаете стульев аудиторий, можно обойтись с такой системой. Когда вы начнете считать по-настоящему большие величины, например, скорость света. 300 тысяч километров в секунду. Огромная величина. Ее такими вот черепашками, или я не знаю, в такими вот значками рисовать совершенно невозможно. Потому что пока нужно нарисовать несколько значков, не страшно. Когда нужно нарисовать много, это уже ужасно. Да, что они? А вот как будет тысяча? Как будет тысяча у ацтеков? Да. Смотри, у нас есть значок для четырехсот. Значит, мы можем рядом нарисовать такую же елочку. Будет еще четырехсот. И мы рядом можем нарисовать половину елочки. Не обязательно тысяча должна изображаться одним знакомым. Более того, хотя в нашем языке и есть слово специальное тысяча, но на письме тысяча изображается. Изображается либо шестью буквами ты-ся-ча, либо изображается чем? Четырьмя цифрами. Один, ноль, ноль, ноль. Это столь же непонятно для непосвященного, как вот эти вот две елочки и их половина елочки. Что? А никак. А вот никак. А вот никак. Вы согласны, что ничего похожего на наши слова один, два, три нет? Я вам больше скажу. В нашей стране десятичная система вообще-то совсем недавно стала использоваться. Это вам кажется, что всегда была десятичная система в России. Чем подобно? Вообще десятичная система фактически меньше 500 лет. того, чтобы ее массово использовали. Более того, вам это покажется ужасно? Я уверен, что она может в прошлое уйти. То есть нет никакой гарантии, что через 200 лет люди будут пользоваться именно десятичной системой. Это относительно недавнее изобретение. Конечно, скорее всего, так и останется. Скорее всего, будет. Но могут придумать какую-то другую систему. Может быть, написание цифр изменится. Потому что надо признать, что десятичные цифры совсем не так удобны. Например, шестерка перевернутая, это что? Девятка. Девятка. Зачем было так придумывать? Это же неудобно. Все время возникает интонизм. Поэтому гарантий, что ваши прапраправники не будут думать про вас так же, как вы про ацтеков, нет никакой. Вообще и язык развивается, и система нумерации развивается.